Всем добрый день, это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару, и сегодня у нас в гостях Ольга Александровна Хабачева, бывший руководитель госэкспертизы Забайкальского края. Это, как я понимаю, подведомственное учреждение Минстроя Краевого, которое занимается экспертизой строительных проектов, проектно-сметных документаций. С Ольгой Александровной мы знакомы с публикацией еще, по-моему, 2019 года, когда ее уволили фактически из госэкспертизы, сами бы уволились, после истории с Каштагским мостом, проект которого Ольга Александровна отказалась подписывать, потому что он не соответствовал, по ее мнению, нормам. Кроме этого, Ольга Александровна известна история про резкую критику проектов строительства «Жилья для детей-сирот». Она критиковала ее в 2018 году, по-моему, в начале где-то года, на заседании профильного комитета в Заксобрании. Вы говорили о том, что что же мы строим детям-сиротам, как же они здесь будут жить. Речь не только о толщине стен, а о доступности, о отсутствии инфраструктуры, школы. Да, то есть Ольга Александровна, человек, который хорошо знаком с системой органов исполнительной власти Забайкальского края, несколько лет возглавляла госэкспертизу, столкнулась, как я понимаю, с некой несправедливостью в части утверждения этих проектов строительных объектов. И история с ее увольнением достаточно показательна, потому что назначена на ее должность Дмитрий Ватагин подписал практически тот же проект Каштагского моста, который она отказалась подписывать. Такая история была. Ну, это отдельный разговор. Не хотелось бы даже, честно говоря. Это только часть проблематики, всей строительной проблематики в крае. Но можно все-таки вернуться к истории с Каштагским мостом? Вы почему не стали подписывать проект моста? Ну, на то я была поставлена вообще-то руководителем, чтобы не пропускать, что попало. То есть там были нарушения, с вашей точки зрения? Ну, у нас комплексная экспертиза, понимаете? Я не являюсь экспертом во всей строительной сфере. То есть ни по мостам я не специалист, допустим, ни санитарные нормы и так далее. У нас на это специальные эксперты есть. Так вот, эксперт-мостовик, когда проверил этот объект, он выявил большие нарушения. Они не были до конца устранены. И поэтому мы и выдали отрицательное заключение, что вызвало такую бурную негативную реакцию со стороны нашего правительства и руководителя, однозначно. Но, как я понимаю, сейчас мост строится по... По заключению, подписанным уже новым руководителем. Но это тот же самый проект. Он претерпел изменения, значительные изменения. Он в связи с этим получился намного дороже. Но принципиальные вопросы, многие, не были сняты. И поэтому при повторном положительной экспертизе, почему мы сейчас и обращаемся, в том числе садоводческое товарищество «Ивушка» Грулев. Ну, вот есть такой специалист, да. Мы тоже писали это в средствах массовой информации. Говорит о том, что наше обращение никто не рассматривает так, как положено. И эксперт, который должен вообще был подписать, он должен быть тестованным экспертом. Его до сих пор нет. Мы не знаем этой фамилии. Хотя Минстрой пишет нам в ответах, что эксперт-мостовик смотрел. Но фамилии-то его нет. А что самое интересное, когда мы обратились в прокуратуру, нам написали, что подтверждение о том, что эксперта даже не аттестованного, они не нашли. Вы знаете, самое поразительное. Но положительное заключение при этом выдано. То есть при отсутствии проверки основного эксперта-мостовика выдал подписанное положительное заключение. Ну да, история с Каштагским мостом тоже отдельная. Мы про него писали большой текст, Аня Паяркина этим занималась. У нас есть этот материал в ленте. Мы ссылку на него дадим. Но тема нашего сегодняшнего разговора не столько Каштагский мост, сколько вообще ситуация в строительной сфере Забайкальского края. Идея поговорить с Ольгой Александровной у нас возникла после того, как мы узнали о готовящемся, по нашим данным, по готовящейся очередной смене министра строительства Забайкальского края. Сейчас там в течение нескольких месяцев работает человек из Хабаровского края УДОТ. По нему разные оценки я слышал положительные, я слышал отрицательные. Но история в том, что вроде бы его опять собираются сменить. И что самое интересное, предложение о том, чтобы возглавить профильное министерство строительства, якобы было сделано действующим руководителю госэкспертизы, сменщику Ольге Александровне, Дмитрию Ватагину. Но он это подтвердил официально. Мы наблюдаем достаточно, а не прекращающуюся смену министров строительства. Безусловно, это влияет на состояние сферы в Забайкальском крае, потому что правила игры постоянно меняются. Каждый новый человек – это каждый раз новые правила. Но руководители профильного министерства – это одна беда. Беда не в смысле люди, а в смысле того, что они постоянно меняются. Вся отрасль находится в глубоком кризисе, насколько я понимаю. Смена службы единого заказчика. Да, служба единого заказчика – это подведомственное учреждение. Да, это подвед Минстроя, структура, которая является заказчиком всех бюджетных строек, через которую, я об этом много писал, в том числе в Телеграм-канале Читару, через которую бегут десятки миллиардов бюджетных рублей. Там бесконечная смена руководителей в этой конторе. За 10 лет там, по-моему, 7 руководителей поменялось. Два руководителя находятся в местах лишения свободы. Получили огромные сроки за огромные взятки. Ушел с должности Михаил Гурулев, который выполнял функции руководителя, но тоже получил уголовный срок. Правда, условный. И не за нарушения, связанные со строительством ФОКа в Краснокаменске. То есть, сферу трясет. Вот ее трясет от основания до самой вершины. Ольга Александровна, профессиональный строитель с профильным образованием, с огромным опытом работы и проектной деятельности. И мне интересно вас сегодня спросить, что происходит со строительной отраслью в Забайкальском крае? Андрей, конечно, происходит все очень плохо. Но давайте немножко о хорошем поговорим. Потому что о плохом уже постоянно. Все средства информации, все плохо у нас, плохо. Все у нас строители негодяи, позорники, саботажники. Это только последние выписки. Дело, что всех надо снять. В отношении строителей нет такого негатива? Потому что строителей-то осталось не очень много на самом деле. Ну, я просто говорю о том, что вот такие вот фразы звучат. А профессия-то наша вообще-то созидательная. Безусловно. Мы же созидатели, мы же не военные, которые разбомбили все. Мы приходим после них и начинаем с камушка все разбирать. То есть, как муравьи. И вот в какую нас поставили ситуацию сейчас, неуважительную, я бы так сказала. И коробят вот эти слова-то вообще-то. Что это вообще происходит? Да, вот теперь давайте о хорошем немножко поговорим. Вот есть такая песня о строителях. Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить. И слова есть такие. Пусть город твой, где сопки и тайга, еще на белом ватмане пока. Вот я проектировщик. Вот я в 1982 году закончила институт. И меня по распределению направили в военпроект. Коротко историю. Вот я поступила, да, молодой специалист. Что было в военпроекте? Это мощная была проектная организация. До полутысячи у нас проектировщиков. Что было в городе с проектированием? У нас были промпроекты. Ну вы же вспомните, да? Много было проектных организаций. Амурколхозпроект. Сейчас остался. Остатки чета-граждан проекта остались. Да, и жилдор проекта. Ну более-менее. Все остальное, это маленькие конторки такие. Которые два человека, а остальные проектировщики, они, знаете, вот так свободные художники. Из одной проектной конторы идут в другую. То есть нет преемственности. Разорвалась связь поколений, как говорил Гамлетт. Разорвано. У нас нет учебы, у нас нет школы проектирования. К чему это приведет? Это может привести к очень серьезным последствиям. Они уже приходят. Потому что дома, откуда появился термин? Новое аварийное жилье. Это как вообще? То есть жилье новое строим, а оно уже аварийное. Это говорит от недостатка кадров, от отсутствия преемственности поколений и обучения. Вот я пришла, мне поставили наставника. Вот я села, у меня была тетрадочка, и он меня учил. Понимаете? Лет только через пять я поняла вообще, а чем я вообще занимаюсь в проектной организации. Ведь проектировщик – это человек, который на белом ватмане. Ну что такое ватма? Наверное, молодые даже не знают. Это лист, на котором ты начинаешь рисовать, тогда еще карандашами стирали. Сейчас все в интернете. А тогда это был тяжелый, очень такой кропотливый. И причем, знаете, такой труд, когда ты постепенно-постепенно постигал свою профессию. И вот, допустим, я в 82-м году пришла молодым специалистом. Прошло только три года, когда я из инженера стала старшим инженером. Прошло еще четыре года, меня назначили ведущим инженером. Прошло еще сколько? Я 16 лет отработала в военпроекте. И я благодарна этой организации, которую сейчас кончили. И вот я, чему-то там научившись, потом перешла в Жилдорпроект. Но тоже я же занималась одним и тем же делом. То есть я постекала свою профессию, профессию. Сейчас термин «профессия» вообще куда-то ушел. Ну давайте немножко отличимся. Мы вообще сейчас в каком находимся ситуации, когда нами правят эффективные менеджеры? Вот я тоже закончила менеджмент. У меня два диплома строительный, второй юридический, третий менеджмент. Я вам хочу сказать, что нет такой профессии менеджер. Это не профессия. Это всего лишь навык управления. Я знаю, я же сам менеджер. Ну вот, а теперь смотрите, ну вы же когда становитесь менеджером? Когда вы чего-то там научились, да? Ну конечно. А после этого, а у нас сейчас вот что? Вот по телевизору буквально недавно я слышала. Девочку спрашивают, молодую. А вы по профессии-то кто? А я по профессии менеджер. А менеджер чего? Ну вот чего вот менеджеры-то, да? Вот понимаете? И вот эта эпоха эффективных менеджеров, она нас заведет. Это произошло после наших 90-х годов. Я в 2000 году заканчивала институт менеджмента, ЛИНК так называемый. Это же все от Запада пришло, правильно? И куда ушла вот эта поэтапная учеба специалиста? Когда ты по лесенке... Я специально нарисовала. Слишком долго все это, а жизнь короткая, а денег-то сразу много. А денег-то хочется молодых дам, понимаете? Такие вот они... Сейчас молодежь-то немножко такая есть. Смотришь лицо, вот как я сказала... Когда мы ему приемнику пришли, я сказала, вам не стыдно? Мне не, говорит, не стыдно. То есть, ну ладно, это бог с ним. Давайте к строительству-то вернемся. Теперь вот к строительству. То есть, смотрите, что получается. Меня, как специалиста, жизнь научила чему-то. Я вот по этим ступенькам пошла, пошла, потом... Это хорошим, да? То есть, меня учили, да? Что сейчас происходит, да? А ничего хорошего-то не происходит. Потому что вот я буквально сейчас позвонила в институт технический, в университет, да? По поводу выпускников строительных вузов. Резкое падение выпускников. До 200 выпускников у нас было вот в те годы, когда я заканчивала. В те какие? В 80-е? В 80-е, да? В 82-м году закончила, в 83-е, да? Именно по ПГС. По ПГС. А у нас тогда не только ПГС был. У нас была еще специализация. Гражданское строительство. Сельско-хозяйственное строительство, да? У нас же еще институт был. Амур-сельхозпроект, да? Вот было огромное здание, да? Все ушло. Это все ушло. Что мы имеем сейчас, да? Вот. А мы имеем сейчас очень ситуацию интересную, что, по сути дела, строитель, как таковой, оказался в руках не специалистов, которые там наверху... Даже вот, вернемся к новым законам... Я вижу здесь большую проблему в нарушении, в законодательстве. Не стуковка в законодательстве. Вот давайте возьмем основной закон для строителей. Это какой? Для строительного кодекса Российской Федерации. Да, вот сейчас вот мы буквально отпечатали, да? Статья 8.3. Ценообразование и смертное нормирование в области градостроительной деятельности, да? И в то же время это закон 2004 года, да? А потом в 2013 году, если не ошибаюсь, или в 2012 даже, выходит 44-й знаменитый федеральный закон, да? Гузакуку, да? Который, по сути дела, строителей поставил в какую-то безвыходную ситуацию. Вот я помню вашу редколлегию, когда вы сравнивали, говорили о Пош-Депо, да? И вы говорили, вот я приду в магазин, вот два телевизора, но я, конечно, куплю, который подешевле, но он качественный, да? Вот нельзя к строителям применять такие вещи. Потому что вы видите уже продукт, или там два мешка зерна, вот вам какой купить? Вот это подешевле, зерно там хорошее, да? Мы ещё имеем то, чего не создано. И создано-то оно будет ни сегодня, ни завтра, а может быть через год, или через два, или через три. А это разные события, да, могут произойти. Та же пандемия может произойти, отсутствие рабочей силы, да? Самое главное, что произойдёт инфляция. И инфляция произойдёт. И мы теперь что имеем в дело? Почему сейчас у нас подрядчики в такой ситуации находятся? Они вообще не знают. Вот им дали смету, да? Вот. В этой смете, ну что такое смета? Ну, непосвящённому человеку, может, национально не знает. Это такой грузбук, да, вот такой толстый, да? В котором написано, фундаменты, сто кубометров, да? Допустим, плит, пятьдесят штук, да, устройство, то-то-то-то. И прям скрупулёзно всё расписано. Причём в смете, как правило, не всё ещё учитывается. И подрядчики об этом знают, и они постоянно об этом говорят, да? Ну, опять же, это говорит о том, что смету-то человек составлял, да? А чтобы его научить, опять же, мы говорим о том, что... И опыта-то у него как такового мало. И вот такие сметы. А вот теперь мы возвращаемся снова, мы перешли, вот, с Градостроительного кодекса. Статья 8.3 о чём говорит? Что сметная стоимость строительства, ну, большая тут, я не буду всё цитировать, да? Как определяется? На основе сметных нормативов, сметных цен. И это является обязательным. Вот так вот, да, обязательным. А в конце дальше пишется, да? Ну, когда проходит, и причём она обязательно при назначении максимальной цены строительства, первой, да? Начальной максимальной цены строительства, да, на МКЦ. Вот. А потом написано, но это не относится, когда пройдут торги. То есть, всё, мы забыли, чего мы считали, да? Вы говорите, 44-й закон де-факто отменяет действия. Он вступает в полное противоречие. То есть, мы здесь коллизию норм имеем. Уже это как юридический. Да, но и в конечном итоге мы долго можем эту цепочку расписывать. Я правильно понимаю, что это приводит к тому, что мы строим хибарочки для детей-сиротов? Вот именно. Оттуда у нас идут стеночки 25 сантиметров. Оттуда, ну, как он может не 50 плит положить? Значит, что он выбирает? Он выбирает материалы подешевле, да? Выкручивается, он выбирает рабочих, которым можно заплатить, допустим, не 50, а 60 тысяч нормальную зарплату. Но он на 20-ку пойдёт, да? То есть, качество строительства. Это всё ухудшается. Но мы же не можем не соблюдать законы, да? Мы законопослушные граждане с вами, да? В большинстве своём. Ну, в большинстве своём, да? А теперь что получается, да? Вот коллизия этих норм должен же кто-то заняться, да? Да? Но у нас в министерстве такая текучка, о которой вы сказали, да? Что заняться-то некому, и главное крайнего-то потом не найдёшь. Слушайте, но это коллизия в федеральных нормах. Региональное министерство уж точно туда не полезет. Не будет этих занятий. А почему не полезет? Ну, потому что им бы разобраться с текучкой. Им не до этого. Там должен министр посидеть, знаете, опыта, заработать и авторитета лет 10, чтобы он потом мог выходить куда-то на законодателей. И с высоты своего авторитета говорит, ребята, у вас на федеральном уровне, 44-й закон противоречит вообще-то градостроительному кодексу. А в градостроительном кодексе? Чтобы его услышали потом с этого. У нас никто не доживает до такого состояния. Люди там просто, там реально река просто из людей. А теперь вот по федеральным законам. Вот ещё дайте я вам, извините, я вас перебила, да? Ну, что это говорит, вот это по сути дела статья. Она говорит так, что значит, ты смету делай на основе федеральных фэров, терров там, да? Фэра это называется, федеральные единичные расценки, да? Сделал ни в коем образе, ни одну циферку там не измени, да? Почему у нас по асфальту, например, да, вот идёт постоянное подрядчики жалуются? Ну, не соответствует стоимость укладки асфальта нормам, потому что у нас и удалённость, и сокращённый строительный период. Ну, никто же это не учитывает, понимаете? Есть коэффициенту. Вроде в министерстве есть тоже отделцы на образование, и борются они с этим. Ну, не слышат же нас, да? То есть, а тут же говорят, а вот ты сторговался, да, сдемпинговал, снизил стоимость чуть не в два раза, а теперь вот ты сам как хочешь, так и строй. И вот эти подрядчики потом, они начинают с ними судиться, расторгают договора. И в конце концов, вся вот эта суета, вот этот весь аврал, он никому не нужен, оказывается, потому что сроки-то потом затягиваются вместо того, чтобы определиться. То есть, вот этот закон стоит, вот знаете, как в армии есть такая команда, да? Стой там, иди сюда. Вот и всё. Вот стой там, иди сюда. Да, ну подождите, проблема здесь понятна. Что нужно делать-то? Менять законодательство федеральное получается? Однозначно. Её не менять нужно, её корректировать нужно. Конечно. Нужно однозначно. И вы видите какую-то перспективу в этом смысле или нет? Я вижу работу депутатов нашего законодательного собрания. Ну, оно же в тот раз почему-то собиралось. Вот там вот, вы же вспомнили, где я говорила о том, что нельзя в Забайкальском крае такие расценки применять. Ну, и чем закончилось это ваше рассмотрение? А ничем не закончилось. Ничем. А вот история со школой на 1100 мест нашего, вот Филон ещё устроит, да? Ну, вы не в курсе, наверное, да? Но когда её начали, значит, её запроектировали, да? Принесли на экспертизу. Мы выявили, определили стоимость метную, да? И когда мы её отдали, и заказчику он не получил. Ну, это, наверное, года три уже или четыре назад было, да? Ну, 18-й. Да, наверное, да. Вот перед моим увольнением где-то за год, за два. И смотрите, что получилось тогда. Всё, проект прошёл экспертизу. Но цена, когда её выставили на торги, она никого не устроила. Никто не вышел. И когда вызвали Филоныча, сказали, да вы что хотите, чтобы я разорился? Ну, какая цена-то была? Я не могу цифры назвать, потому что объектов было очень много. Но, в конце концов... Она была маленькая? Да. Она не устроила подрядчика, потому что он, просчитав всё, и я с ним полностью согласна, сказал, я зачем буду убытки-то себе, я же разорюсь на этой школе. А школа нужна, мы же все знаем, да? Нужна нам школа. Чем это дело закончилось? Значит, нас вызывают к губернатору, и медсстроя говорят, а что это вы там такую экспертизу сделали? Какого у нас к губернатору? Ну, нового мужа. У Жакосифового? Да, я пытаюсь объяснить, что, вы понимаете, экспертиза – это не волонтаризм какой-то там, понимаете? У нас есть ФР, у нас есть ТР, да, вот если есть эта цифра, да, но если эксперт пропустит более завышенную цифру, но его же потом... Могут посадить. Да, конечно, он же отвечает. Зачем он будет подставляться? Да, и зачем он будет подставляться? Вы знаете, мы долго об этом спорили, говорили, нам говорили, нет, увеличьте стоимость, увеличьте стоимость. Ну, извините, тут как-то вот не захотелось. Но их-то тоже можно понять вообще-то. А их тоже можно понять. Ну, конечно. А вы понимаете, чем потом кончилось-то? Очень интересная история, очень, кстати, интересная, показательная. Когда я сказала об этом, что можно изменить стоимость, но если федеральные коэффициенты нам увеличат. Я уже не помню, какой был коэффициент. И вы знаете, что поразительно? Усипов ведь добился. А повышение коэффициентов? Конечно. Как оно это сделало, я не знаю. Но это лишь один коэффициент. Вот недавно буквально со сметчиками разговаривали, они говорят, ну, это же только коэффициент на школу. А ведь на каждое строительство. На больницу свой коэффициент. Допустим, на жилые дома свой коэффициент. Только одно. Потому что это действительно показательный был момент такой. А ведь и на дороге. Но всё есть другие коэффициенты. Понимаете? То есть, нужно работать с федеральными органами о том, что мы не обычный регион. Но вы говорите о том, что если сильно захотеть, можно в космос полететь. Полетели. То есть, Усипов добился повышения какого-то коэффициента, который в итоге повлиял на стоимость этой школы. И сразу появился застройщик. Понимаете? И когда тендер новый появился, значит, Филонди взялся строить. А сейчас что? Опять мы читаем информацию. Рабочих нет. Стройка срывается. А срыв сроков что? Соответственно, пеня на него. Понимаете? И опять строители становятся позорниками и негодниками. Понимаете? А мы-то здесь ни при чём. Вопросы пандемии, вопросы миграции. И почему к нам не приезжают сейчас китайцы, те же, которые действительно строили. Почему наши строители не работают? Над этим надо работать. Понимаете? И нужно доказывать, что строитель вообще-то это достойная профессия. Понимаете? И не надо нас вот так вот, понимаете, постоянно унижать, оскорблять. Тем более, понимаете? Не надо это делать. Нам помогать нужно. Недостаточно помощи, вы говорите, со стороны. Я считаю, да. Недостаточно, во-первых, профессионализма. Мы же ещё раз говорим, что эффективный менеджмент, он приведёт в страну, я считаю, очень серьёзным последствием. И если уж говорить вообще о высоких материях, да. Но вот год назад мы Конституцию меняли, да. Ну, все помните летом, да. Многие изменения вносили туда положили. Ну, можно спорить, кто-то согласен, кто-то не согласен. Но мы не будем. Мы не будем об этом. Но я бы хотела, знаете, вот что. Я юридически вообще тоже институт закончила по специализации конституционное право, да. Именно конституционное право, да. Вот я бы хотела, чтобы в Конституции, ну, хоть маленькой, ну, хоть двумя строчечками написали, что чиновники, чиновники, ну, минстровые, там, неважно, федеральные, там, какие-то, да, они должны быть профессионально подготовлены и иметь какой-то опыт работы. Понимаете? Всё. Вот точно так же, как мы работаем в экспертизе, ведь эксперт там не назначить человека просто так. Он должен иметь опыт работы, он должен кучу дипломов иметь, он должен пройти переподготовку. Вот я дважды ездила в Москву, знаете, это очень серьёзная аттестация. У нас вот два человека из экспертизы нынче не сдали. Они не сдали. Хотя у одной 40 лет был опыт работы, потому что там типа ЕГЭ нашего, понимаете? Понимаю. Там, и мало того, ЕГЭ. Там тестовые, нужно было пройти тесты, ещё плюс собеседование, то есть там экзаменационная сессия, это назвали, и она только в Москве. Ну, подняли вот этот уровень экспертизы. А теперь давайте вернёмся к тому, чему мы начали, да, как я работала в экспертизе. Сейчас в экспертизе в два раза меньше экспертов осталось. Хотя при разговоре тогда, вот когда пришёл Осипов, я с ним вот так беседовала и говорила, что да, вот экспертиза у нас сейчас, деньги пойдут в край, нам нужно увеличивать количество экспертов, да. Ну, увеличивайте. Ну, я говорю, ну, извините, это же надо тогда в Москву поехать, в наше министерство и сказать, что вы нам помогите аттестовать наших экспертов. Всё сделаем. Ничего не сделали. Слушайте, ну, давайте вернёмся в самое начало, вот вы говорили про статистику выпускников строительных специальностей, а на пиках, вы говорите, 200 человек в год где-то выпускали. Это сколько получается? Групп по 10, что ли, их выпускали? 9 у нас, вот у меня, я в 82-м году заканчивала, у меня было 5 групп ПГС, промышленное гражданство и строительство. На пятом курсе 5 групп ПГС. Да. Ага. Две группы ПГС, это городское строительство ГАЭС, и две группы СХС, то есть сельскохозяйственное строительство. 9 групп. 9 групп. Ну, примерно по 20-30 человек. 20-25, ну, до пятого курса, наверное, не все дошли, ну, потому что принималось там, допустим, 25-27, а дошло, допустим, 19-20. Ну, 20, давайте посчитать. 9 на 20, 180, ну, кругло 200 человек в год выпускалось. Да, на следующий год. И практически все они оставались в регионе скорее. Конечно. А сейчас вот я говорю, я вот буквально вот разговаривала. Да, давайте сколько сейчас-то, интересно. Да, вот сейчас 50, допустим, около 50. Ну, причем с дорожниками. А, с дорожниками. А сколько чистых-то строителей? Чисто строителей, это надо посчитать, там, человек 30 получается. Но факт то, что сейчас, вот как я разговаривала, набирают уже, знаете, те, кто не смог уехать, по сути дела. А у нас все так специальности, не только строительство. Вы понимаете, вот сейчас вот при разговоре так рассказали о чем, что мы хотим привлечь, вроде и бюджетные места есть, а молодежь-то просто уезжает из края, уезжает. А почему-то, ну... Но это уже гораздо более широкий вопрос. Это, да, да, да. Но мы же говорим, вот мы сейчас говорим про ИТР фактически, да, инженерно-технических работников с высокой квалификацией. А есть же проблема не только инженеров условно в строительстве, есть же проблема и рабочих специальностей. Раньше же тоже вот эти все техникумы выпускали огромное количество специалистов, и все закрывалось отечественными специалистами. Сейчас мы без китайцев что сделали? Встали на коленочки, да, немедленно в 2020 году. Это же тоже проблема, которую вообще непонятно, как решать. И пока закрываем китайцами, китайцев нет, все встает вообще совершенно. В каком состоянии, с вашей оценки, находятся сейчас строители в регионе? Подручающие, мне бы так сказать. Их, самое главное, мало осталось, по-моему, да? И мало, и вы знаете, они бы, может, и хотели бы работать, да. Хотя я не спорю о том, что есть, конечно, и негодники, и негодяи, которые действительно там деньги идут. Но сейчас уже, по-моему, никого не осталось. Но они уже даже эти не идут, потому что вот я вам сейчас вот до этого говорила, что вот я полтора года не работаю в экспертизе, да, а я регулярно, с периодичностью хожу в суды в качестве сидителя, в качестве эксперта. Почему? Да потому что у нас, ну, нет уже нормального объекта, который бы просто вот так начали нормально, да, и довели до конца, до ленточки, да. Школа в Сафандо. Дети-сироты в застепи. Ну, всё это очень интересное. Дома брошенные, которые были построены, тоже вот тут суды были, в Аксёново-Зилово, да. Ну, что не стройка, то скандал. На КСК дом стоит, да, вот готовый. И понять тоже, что с ним делать, понимаете? Ну, это ненормально. Ненормально. У нас последний крупный век, по-моему, перинатальный центр новый. Конечно, нам гордиться-то нечем, понимаете? И вот это вот всё вот, опять же, слова Сталина вспоминаются, кадры решают всё. Но для того, чтобы эти кадры были, нужна вот та история, которую вы мне не дали рассказать, а дальше было ещё интереснее. Ведь мы же поступили потом в институте в стройотрядах, мы работали, да, и мы практику получали. То есть, пестовали нас, учили. Мы сначала проходили просто практику как рабочие, потом мы проходили практику уже как мастера. Но вы всё знали, вы говорите. Мы прошли все ступеньки. Ступенечки, да. Вот вы знаете, что такое подняться по ступеньке, да, или взлететь на лифте. Да, вот у нас же лифт, ты же дальше с лифти, да. Но по ступенькам я поднимусь, даже если я скачусь оттуда, не так больно будет. А вот тем, кто взлетел на лифте, вот тому-то ой-ой-ой. Да, у нас сейчас, вы говорите по большому счёту о советской практике, когда человек перед тем, как стать руководителем, проходил... Определённые. Ну, все вот эти вот ступенечки. Конечно. И сейчас вы говорите о том, что сейчас называется таким явлением, как технократы. Это узкие специалисты, которые приходят во власть условно. Врач, который стал министром здравоохранения, профессиональный строитель, который стал министром строительства, например. А сейчас у нас действительно эпоха эффективных менеджеров, которые приходят управлять тем же строительством. А до этого у УДОДа какая-то, по-моему, биография, связанная с работой в каких-то правоохранительных структурах. Нет, но, кстати, вот про УДОДа я хочу сказать. Когда я услышал информацию, что они вместе со службой единой заказчика определили, что у нас 4,8 миллиарда рублей потратили, забайкали на разработку проектов, строек, которые так и не начали, ну, к УДОДу у меня совсем другое отношение. Да, я не договорил. По УДОДу вообще много положительных характеристик. Он, видимо, системно подошёл к этой работе, но, видимо, его эпоха именно поэтому и заканчивала. Может быть, его и хотят поэтому и сдвинуть, поставить. А теперь по эффективному. Можно я уже закончу? Вот смотрите, что получается интересно. Почему я историю нашу? Многие молодые ведь даже не поверят, что вообще так было. Что приходил молодой специалист по распределению. Он не бегал, не искал работу, да. Мы пришли, вот нас пестовали, нас учили, да. И что может быть вообще как-то иначе, что вообще во власти могут быть непрофессионалы, непрофи. Ну, скажите, вообще вот эта ситуация о том, что у нас министра обороны Сердюкова назначили, да, она вообще за гранью здравого смысла. Слушайте, ну это мировая практика. Хорошо. Ну, смотрите, почему я проконституционно, ну это ладно, бог с ним, хотя там тоже. Теперь смотрите, кто у нас был куратором по строительству, да? На федеральном уровне? Да, вот скажите. Я не знаю. А я знаю, Мудко. Ага. Который спортом до этого занимался? У него он речник. Он профессиональный чиновник. Он речник. Ага. Он речник. Понимаете? Понимаю. Понимаете? Ну, я вот воспринимаю вообще вот это как личное оскорбление, понимаете? Ну, неужели было по всей России, матушки, не нашли такого специалиста, который что-то строил, проектировал, да? Ну, вот в голове это просто не укладывается. Слушайте, но чаще всего такие специалисты не захотят там работать во всём этом безумии. Потому что, может быть, он будет в этом вот именно, в этом безумии. Я тоже немножко в этом безумии поработала, и слава богу, я оттуда ушла. Потому что я по анатолии свой технарь. Ну, я технарь. Мне вот эта политика абсолютно не волнует. Вот кого вы назначаете. Я даже спасибо скажу, что я оттуда ушла. Но я вот это всё увидев изнутри и имея какие-то навыки профессиональные, строительные, плюс юридические, и тот же менеджмент, он же мне делает какие-то возможности, какие-то выводы. Ну, вот смотрите. Вот буквально месяц назад мы праздновали 60-летие первого полёта Гагарина в космос. А вот теперь давайте вот так вот просто немножко отвлечёмся и представим, что если бы тогда человеком, который всю эту программу вёл, был не Королёв, а Сердюков, он полетел бы вообще или долетел бы, да? Дело ведь не только в Королёве. Дело было в системе, которая привела к этому полёту в космос. Конечно, которая привела. Она была заложена ещё в 20-е годы. Мы сейчас говорим о том, что мы хотим произвести какой-то рывок. Фундамента нет под этот рывок. Космодрома нет под этот рывок. Да, и вот космодром построили… Да, и плиты не положили в землю. И не те, понимаете, и подешевле, потому что мы же… Почему же? Мы же в тендер выиграли, мы же скинули, мы же… Фундамент тоже должно быть… У нас с космическими кораблями финансисты, когда начинают управлять, то мы немедленно в землю втыкаемся носом, потому что всё это слишком дорого. Давайте заканчивать, мы с вами можем часами говорить. Хорошо, да, часами. Да, я вам сразу сказала, что я могу об этом говорить часами. А теперь вот если вы мне сказали, давайте вот задайте мне прямо вопрос, что вы от меня хотели вначале? Почему вы ухалили, да? Нет, ну это не ключевой вопрос. Мне хотелось обсудить ситуацию строительную. Хорошо, а я вам сейчас скажу, почему я ушла. Давайте. Вот вы знаете, потому что у меня в паспорте лежит вот такая фотография. Понимаете? Это мой дед, Малютин Аким Павлович, который был расстрелян в 1938 году. Его расстреляли. За что? За контрреволюционную деятельность. Будучи он был крестьянин, неграмотный. Вот выписки все. Его забрали в 1933 году, 5 ноября. А приговор привели в исполнение в 1938, потому что он дважды был осуждён. В общем, ну это очень, конечно, тяжело. Но когда у него было 8 детей, двое не дожили, мама моя была последняя. А вы теперь смотрите. Вот когда тебе, человеку, который 40 лет отдал строительство, да, прошёл вот эти все ступеньки, да, хотел что-то для края сделать-то, да, на совещании в лицо говорят. Вы знаете, о вас бы вот как в 1938-м бы к стенке, да, вот так вот. А кто это говорит? Я не буду это говорить, потому что, знаете, люди, которые... Сейчас Федотов... Из Заптека. Из Заптека, да. Ну, он же не нашёл свидетелей вот этих оскорблений, да. Да почему? Нашёл, просто свидетели всё забыли. А вот, да, амнезия попала, у них сразу вся амнезия, да. Высокопоставленные люди с амнезией. Да, они все с амнезией, да. И поэтому я не буду называть, зачем мне это нужно, да. Вы говорите, мне на каком-то совещании сказали, что вас надо как в 1938-м году расстреливать. Это после того, как я подписала отрицательное заключение. На мост. Вам такое сказали? Да, ну, сказали не только лично мне, а всем, кто принимал в этом участие. И вот почему-то, знаете, ну, как-то вот внутри-то всё это поднялось, вспомнилось. Почему мой дед, вот у него, видите, доска на шее, да, висит, видите, фамилия. А фамилия стёрта, потому что до этого была другая фамилия, да. И вот я не хочу вот выглядеть вот в этой ситуации. Вот я не знаю, о чём он думал перед расстрелом в своих семерых детях, да. Мама моя в 4 месяца стала сиротой. Ей было 4 месяца. А бабушка умерла, когда ей было 9 лет. То есть моя мама была сирота. И вот этот каток 38-го года, он прошёлся, понимаете, по сердцам многих людей. И бросаться такими словами. Нельзя. Я считаю, просто нельзя. Если ты руководитель, если ты руководитель, ты команду собирай. А не вот занимайся вот этой вот чехардой, понимаете. 4 месяца проходит, да, ты нового руководителя назначаешь, год проходит. И такая же чехарда, ведь она же не только в строительстве, у медики. Да везде. Да везде, понимаете. Ну нельзя так относиться к людям. И ещё у меня что, почему решение такое. Хотя мне говорили, оставайся, никто у тебя не волеет. Ты права. Когда ты стараешься, ты же не уедешь. Вот я отсюда уже никуда не уеду. Да, конечно. Куда мы уедем-то? Кто нас где ждёт-то? Да. И никому мы не нужны. Но ты ведь хочешь что-то сделать из своего края, да. Вот я в Макзонской, да. Я в Макзоне родилась, да. У меня там похоронены тоже мои родственники, да. Школу мы никак не можем построить в Макзоне, но болото там, да. Болото. И нужны хорошие фундаменты. А экспертиза, оказывается, виновата, что вот такой тяжёлый проект сделали. Мы на него подрядчика найти не можем. Ну, давайте мы тогда построим такую школу, как мы построили в Александровском заводе. Давайте сараевку настроим, да. Она рухнула, да. И денег угробили. А мы сейчас в Александровском заводе снова новую школу строить собираемся. Понимаете? На те же народные деньги. На те же народные деньги. И теперь, вот я вспомнила, что я хотела сказать. То, что я хотела просто сказать нашему новому губернатору. Ну, я где-то прочитала о том, когда его спрашивали какому-то корреспонденту, как вы оцениваете вообще Забайкалья, Забайкальцев. Ну, вы помните, как он ответил, да? Нет. А я помню. Он сравнил нас с детьми. Ну, мы такие, знаете, дети. Ну, мы хорошие, но мы дети. Нет, не дети мы, понимаете? Мы многое пережили, живя вот в этом крае, который 9 месяцев только отопительный период, понимаете? И вот эти люди потом, в конце концов, в Сибиричке ведь страну-то нашу тоже защитили, когда там под Москвой стоял фашист. Мы же защитили, да? А теперь мы, получается, саботажники. Вот Ульковский, да, почему ушёл? А потому что он не выполнил, оказывается, программу по переселению. А почему он не выполнил? Его никто не стал слушать. А он же сказал, что мне деньги 31 декабря дали. А мне строить-то ли там надо было? Нет, это же формальный повод. Вот, ну, это формальный повод. Вот, вы понимаете, ну, если ты пришёл в новый регион с какими-то мыслями, ты сначала узнай людей, с которыми ты будешь работать. А если ты постоянно местных вот такими вот эпитетами награждаешь, да, к стенке там кого-то хоть поставить, да, ну, какое, может быть, отношение у людей? Ну, кто будет строить? Ну, не хочется вот этого. Просто вот по-человечески хочется сказать, ну, давайте сначала разберёмся. Вот ты пришёл в новый регион, ты познакомься с людьми, с их историей. Вот что у тебя за история? Почему я эту фотографию постоянно ношу? Да потому что мама моя сирота была. Из-за вот людей, которые действительно в то время перегибали палку, мы опять же не будем возвращаться к этому, да? Ну, нельзя нас называть детьми. У нас есть специалисты, у нас есть профессионалы. Тот же Гурулёв. Помните вот? Да, помню. Да ему за 80, у него ясный ум, трезвая память. Он борется до конца, и он сказал, я буду идти до конца. Но почему им не дают дорогу? Потому что слишком неудобные люди. Вот, наверное, мы неудобные люди. Но я ещё раз говорю, никуда уезжать не собираюсь, работать буду. Ко мне обращаются, конечно, и всегда консультирую, не отказываю. Но просто, ну, знаете, обидно. Обидно за свою профессию, которая людям города дарит. Вот и всё. Ольга Александровна, спасибо вам за откровенность. Спасибо за готовность говорить. Строителям спасибо за то, что вы делаете. Сложные времена для строителей. Сложные времена для многих из нас, наверное. Безвремени, наверное, какое-то, да? Фундамент они чувствуются под ногами. Я думаю, что какой-то этот период, он пройдёт. Пена-пена эта сойдёт. Потому что нам же прорываться надо. Всё у нас для этого прорыва, наверное, есть. Но пока это никому не нужно, к огромному сожалению. Но будем рассчитывать на то, что в том числе и такие эмоциональные редколлегии позволят лишний раз кому-то наверху задуматься о том, ну, что же вы творите-то и со строительством, и со здравоохранением, и с образованием, и со многими другими сферами, где такие же выпускники советских вузов локти себе кусают по поводу того, как мы потеряли всё, что у нас было. Всё же было. Обидно. Да, обидно. Самое главное, обидно. Обидно даже моему поколению людей. Вот мне 40 лет в этом году. Мне тоже очень обидно. Я ещё застал времена, когда всё росло ввысь. Хотя это и был самый излёт, наверное. Спасибо ещё раз. До свидания. Извините за излишнюю эмоциональность. Возможно. Ничего страшного. До свидания.